АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, мы построим вещи так. Мы сделаем несколько блоков со стихами, а в перерывах между ними позадаем вопросы, просто послушаем какие-то вещи. Можно стоимость поставить? Правда, слышно? Слышно? Добрый вечер. Я действительно, как сказала Антон, вообще в первую жизнь оказалась по ту сторону Урала. Так что это для меня первое путешествие в ваших краях. Ну, ладно, я начну не с очень раннего, с кусочков из «Тристаной и Золты». Это такая севита, нам известный сюжет, до которого в стихах дело не доходит, потому что все это более-менее какие-то входы, прелюдия перед основным действием. Послушайте, добрые люди, повесть о смерти и любви. Послушайте, кто хочет, ведь это у всех в крови. Ведь сердце, как хлебы, ищет и так благодарит, когда кто-то убит и кто-то забыт и кто-то один, как мы. Монашеское платье сошьем себе из тьмы, холодной воды попросим из северной зимы. Она прекрасна, как тапаз, но с трещиной внутри, как белый тапаз у самых глаз, когда сидят облакотясь и глядят на фонари. Судьба похожа на судьбу и больше ни на что, ни на глядящую к нам даль, ни на щит, ни на рог, ни на грааль, ни на то, что у ворота. И кто это знает, тому не жаль, что свет, как снег, пройдет. О, будь кем хочешь, душа моя, но милосердно будь, мы здесь с котомкой бытия. О, выходы медленно, и вижу я, что всем ужасен путь. Тебе понравятся они, и весь рассказ о них, быть может, нас и нет давно, но как вода вымывает дно, так мы, говоря, говорим одно, послушайте живых. Когда я начинаю речь, мне кажется, я ловлю одежды уходящий край, и кажется, я говорю прощай, не узнавая меня, но знай, что я, как все, люблю. И если это только тлен, и если это воду, я на коленях у колен стою, и глаз не следу. И если дальше говорить, глаза закрыть, и слова забыть, и руки разжать в уме, одежда будет говорить, как кровь моя во мне. Я буду лгать, но не обрывать, я ведь знаю, что со мной, я знаю, что руки мои в крови, и сердце под землей. Но свет, который мне светом был, и третий свет надо мной носил, в стране небытия, был жизнью моей, и правдой был, и больше мной, чем я. Это первое вступление. Перестану из-за дела. Третье вступление. Я северную арку последний раз возьму, и музыку слепую, прощаясь, обниму. Я так любила этот лад, этот свет, влюбленный в тьму. Ничто не кончится собой, как говорила ты, ни злом, ни ядом, ни клеветой, ни раной к сердцу привитой, ни даже смертью молодой, перекрестившей над собой светущие кусты. Темные твои рассказы, но вспыхивают вдруг, как тысячи цветных камней на тысячи тюрких рук. И видишь никого вокруг, и только свет вокруг. Попросим же, чтобы и нам стоять, как свет кругом, и будем строить дом из слез о том, что сделать нам пришлось, и вспоминать потом. А ты иди, Господь с тобой, ты ешь свой хлеб, свой путь земной, неизвестно куда, но прочь. И лук тяжелый и цветной за тобой задвигает ночь. И если нас судьба вручит, несчастнейшая звезде, Дух веет, где захочет, а мы живем везде. И пропуская всю Трясанну и Зульду, я прочитаю ее финал Отшельника Варит. Нужно сказать, что вот на эту именно главку написано две чудесных музыки. Одну из них написал Валентин Цельмистров, известный композитор, который живет в Киме. И другой мой друг, великий композитор Александр Бустин. У него это музыка для большого хора и оркестра. Отшельник говорит. Да сохранит тебя Господь, который всех хранит. В простой и грубой жизни, как в поле, клад зарыт. И дерево над кладом о счастье говорит. И летающие птицы глубокого неба поклон Умеют наполнить глазницей чудесным молоком. О, можно не думать ни о ком и не забыть ни о ком. Я выбираю образ, похожий на меня, на скрип ночного леса, на шум ненастного дня, На путь, где кто-нибудь идет и видит, как перед ним плывет Нечаянный и шаткий плод последнего огня. Да сохранит тебя Господь читающие сердца В унынии, в безобразии и в пропасти конца В недосягаемом стекле закрытого ларца. Где, как ребенок, плачет простое бытие. Да сохранит тебя Господь, как золото свое. Из старых песен. Это такая небольшая стихотворная книга, Которая разделена на три тетради, И они писались, в общем-то, в разное время, постепенно. Начинается все с такого. Обида. Что же ты, злая обида? Я усну, а ты не засыпаешь. Я проснусь, а ты давно проснулась. И смотришь на меня, как гаданка. Или скажешь, кто меня обидел. Нет таких. Над всеми Богом единым. Кому нужно, дает он волю. У кого не нужно, отбирает. Или жизнь меня не полюбила. Ах, неправда, любит и жалеет. Пережет в потаенном месте. И доставни, ты только пожелаю. Поглядись, как никто не умеет. Что же ты, злая обида? Сидишь передо мной, как гадалка. Или скажешь, что живу я плохо, Обижаю больных и несчастных. Конь. Едет путник по темной дороге. Не торопится. Едет, едет. Спрашивай, конь, меня, что хочешь. Все спроси. Я все тебе отвечу. Люди меня слышать не будут. Бог и без рассказов знает. Странное, странное дело. Почему огонь горит на свете? Почему полночи боимся? И бывает ли кто счастливый? Я скажу, а ты не поверишь, Как люблю я ночь и дорогу. Как люблю я, что меня прогнали. И что завтра опять пропонят. Подойди, милосердное время. Выпей моей юности похмелья. Выйти не молодости жало Из горячей недавней рамки. И я буду умней, чем другие. Конь не говорит, а отвечает. Тянется длинная дорога. И никто не бывает счастливым. Но несчастных тоже немного. Детство Помню я раннее детство И сон в золотой постели. Кажется или правда Кто-то меня увидел Быстро вошел из сада И стоит, улыбаясь. Мир, говорит, пустыня Сердце человека Камень Любят люди, Чего не знают. Ты не забудь меня, Ольга А я никого не забуду Походная песня Это все еще старые песни Во Францию два гренадера Из русского прена брели В пыли их походное платье И Франция тоже в пыли Не правда ли странное дело Вдруг жизнь оседает, как прах Как снег на смоленских дорогах Как песок в аравийских степях И видно далеко-далеко И небо виднее всего Чего же ты, Господи, хочешь? Чего ждешь от раба твоего? Над всем, чего мы захотели Гуляет какая-то плеть Глаза по моей не глядели Довелено видно глядеть И ладно, чего не бывает Над мирной и грубой землей В какой высоте не играют Кометы огонь роговой Вставай же, товарищ убогий Солдатам валяться не след Мы выгнем за верность до гроба За гробом неверности нет И из третьей тетради, которая посвящена памяти моей бабушки Пойдем, пойдем, мои радости Пойдем с тобой по нашему саду Поглядим, что сделалось на свете Подай ты мне, голубчик, руку Принеси мою старую клюшку Пойдем, а то лето проходит Ничего, что я лежу в могиле Чего человек не забудет Из сада видно мелкую реку В реке видно каждую прыгу Завершающие стихи Старой песни Такие Холод мира Кто-нибудь согреет Мертвое сердце Кто-нибудь под ней Этих чудищ Кто-нибудь возьмет за руку Как ошалевшего ребенка Пойдем Я покажу тебе такое Чего ты никогда не видел Мне начать или у кого-то что-то уже? Самый простой вопрос Что для вас поэзия? Я на такие вопросы не берусь А сейчас Что-нибудь более как Делаю про вас Недавно у нас был в гостях Дмитрий Строцов И привозил фильмы Про Венемин Блаженную В том числе Ваши беседы С Венемином Блаженным Это Много поэта Известное дело удивительно Такой биографии Вот как вам кажется В какой степени Биография определяет поэта? Как они связаны между собой Жизнь В поэте Знаете, я думаю, что это бывают Очень разные истории Есть поэты своей судьбы Которые непредставимы Из того, что с ними случилось Потому что это входит Внутрь того, что они пишут И интересен читателю часто Поэт как герои Собственно, история о нем Есть такие, у которых Вот обычные биографические события Остаются где-то далеко Не так просто выяснить Какое событие, допустим, у Чучева Связано с стихотворением Люблю грозу в начале мая Это как бы разные Разные пространства Но у того же Чучева Поздние стихи Последняя любовь Они, конечно, становятся биографическими Связаны с биографией В принципе, я думаю, что Несомненно Связь есть Но она не слишком тривиальная Не так легко сказать Что вот это написано Потому-то, а это потому-то А если говорить о вас И о ваших стихах? О себе говорить всего труднее Я могу только сказать Что мне интересно было С самого детства Что со мной Мне всегда было интереснее То, что происходит С наружки или внутри Но не то, что входит В круг биографии То, что можно описать Как-то это меня не очень увлекало Но наверняка Все равно это зналось Это ведь очень редкое явление Когда баэт начинает писать У него Я, 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 я А потом уже Когда-то Вдруг оказывается, что еще мир какой-то есть А у вас, получается, все было Сразу же стихи о мире Да, сразу же наоборот То есть, наоборот, а так Потому что Мне вообще никогда не было интересно Ретроспектива, ретроспекция Заглядывание внутрь Выяснение, кто я такой Для меня для этого есть другие места Например, исповедь в церкви Вот там я разберусь Что мне плохо, что хорошо А стихи, так же, как, допустим, Жилопись или музыка Они не про себя Можете, пожалуйста, прочитать Время памяти Александра Миния Да, хорошо Слышно, да, Витя, какой вопрос? Да, слышно Да, надо сказать, что Я никогда не знала лично Отца Александра И это написано после После того, как Его убили После этого страшного события Отца Александра Никто не знает Здесь о том, что там Вряд ли кто-то называет То, что сердце забывает Как назвать Каким словам Сделаться без звука Без сказания Как открытая рука Вашей радостью И не так он страшен Как молит Как молит Этот мир Когда вышла книга Наши переписка Вы видели Это то, что мы друг другу писали Когда не могли бы говорить Вот так вот Лицом в лицо Но говорили мы с ним Гораздо больше Когда оба были в одном месте В Москве, например Мы очень дружили С Владимиром Вениаминовичем И мне было важно Знать то, что он думает И до сих пор Так же важно Потому что я заглядываю В его книги Читаю И часто слышу Очень родной Умственный И душевный Настрой В его мысли И Владимир Вениаминович Тоже очень Интересовался Поэзией Вообще Поскольку он Принадлежал Той школьной философии Ну, если так можно сказать Это не школа Это какой-то Скорее Племя философов Для которых Поэтический смысл Очень важен Это Хайдеггер Которого он переводил И которого нельзя Представить Мысли Без переживания Греческой поэзии Или поэзии Гюльтерлина Вот Это Виткинштейн Который тоже Так же относился К стихам И видел в них Не другую По отношению к философии Не нечто Совершенно противоположное Ну, в общем Какое-то Потвустороннее К мысли Но как другое Вид существования мысли Ему было очень важно Владимир Вениаминович Чего Мысль поэзии И он В университете Даже читал Семестровый Курс Своими стихами Он Долговал И Разные Как бы Сверховит Очень простые Образы Он Видел Их Вот это Измерение Философское Измерение Да И так мы Собственно говоря С ним дружили До последнего Года Его жизни Когда Он Болел И умер И мне Его очень Очень Не хватает Вообще Я скажу Что я иногда Вспоминаю Строчки Цветаевой Остолбинившей Как бревно Оставшееся Отолея Вот В моем Самочувствии Есть что-то От этого Потому что Мои любимые Друзья Это были Старшие Друзья Это были Мои учителя Они уже Все ушли Они были Первыми Читателями Моих Сочинений Поэтому Вот какое-то Ощущение Такого Вакуума Вокруг Я не могу Не чувствовать С тех пор Один за другим Уходят Вереса Лепихина Там Створ Токфейна Замечательный Трус Нет Можете Просто Сразу Я Я не очень Внимательно Слышу А этот Курс Моиздал Он Входит Есть Спорник Упорей Как он Называется Обычно Не помню Грамматикой Грамматикой Поэзии Точно И там И этот курс И курс Его по Древнеиндийской Поэзии Потому что Владимир Вениамин Знал очень много Языков И знал их Прекрасно И среди них Санскрип И он Очень интересные Курсы По древнему Санскрип Гимну Тоже читал Вот я сижу Листаю Вашу книжку И у меня Выплывает То Милош То Кавафис Насколько Вы Ощущаете Себя Европейским Поэтом И насколько Русским Как это Соотносится Между Спасибо За вопрос Надо сказать Что названные Вами Поэты Как раз Это не поэт Моего круга И мои любимые Милошки Кавафис Я их знаю Но Как бы сказать Это скептическое И не оба Они А это Скептического Ряда Вот Что касается Русской Или европейской Я просто Всегда думала Что Знала Собственно говоря Что русская Поэзия Европейская Это одна Из больших Европейских Поэзий Вот И я думаю Что В лучшие Времена Так Называем Золотой Вет Поушкинский Общение С иноязычной Поэзией Было Очень Сильным Потом Наступали Какие-то Допустим Сумерки Митрасовские Когда Все Заключалось Только в локальной Тематике Только в русском языке И потом В символическое Время И дальше Опять Открывалась Европейская Поэзия То есть Чтение На Других Языках Для меня Поэзия Когда я Говорю Поэзию Я конечно Думаю Совсем Не только О том Что написано По-русски Потому что Очень Многие Важнейшие Для меня Поэты Писали На Других Языках В юности Например Это был Райвер Марий Рильки Ради того Чтобы его Читать Я Собственно Говорила Учила Немецкий По-итальянски Итальянски Я учила Для Данты Которого Читаю Всю Жизнь И Не только Читаю Потому что Сейчас Готовится Большой Тум Моих Статей О Данты И Новых Переводов Из Божественной Кометии И Комментариев Этим Я занималась Последние Годы Много Так что Для меня Не только То Что связано Собственно Говоря Со струной Русского Из Эти Языки Выученные Конечно Я никогда Не почувствую Это Как родной И Дело Не в этом Дело В том Что Поэтический Образ Как бы Не было Важным Словом Он живет Поверх Поверх Этих Слов И мы Можем Сквозь Не очень Твердо Знакомые Слова Почувствовать Вот эти Важные Образы Да А каким Размером Вы переводите Божественную Комедию Божественную Комедию Я Перевожу Дерлибр Я отказалась От Турцина И от Того Что у нас Принято Этот Этальянский Размер Переводить Янба В правильность Что конечно Сразу Выбивает Очень живую Очень гибкую Ритмику Данки Вот Поэтому Я решила Что Ну как Говорят Те Кто много И ответственно Переводят Они говорят Что переводчик Выбирает Способ Проиграть Вы можете Проиграть Или формальные Какие-то Свойства Или содержание В случае Данки Я предпочитаю Проиграть Тройную Ритму И Ритм Вот такой Правильный Потому что Жалко Терять то Что там Сказано Да И не только Содержание Которое Понятно У Данки Огромное Но И его Интонация Потому что В переводе Лозинского Все погружается В какой-то Такой Вялый Однообразный Стих За которым Ты перестаешь Следить А у Данки Меняется Постоянно Его голос То Это Гневные Такие Тирады Духиотичные Риторики То это Быстрый Разговор И все Мне хотелось Чтобы Русский Читатель Мог Ну Хотя бы Догадаться Что с тобой Это есть Это уже Можно Что-нибудь Можно Познакомиться Да Вы знаете Две И даже уже Три песни Печатались Из комедии В моем переводе В журналах Ну вот Я надеюсь Что Может быть К концу года Увидимся В этот дом Где все будет собрано Какие проналы В журнале Знамя В иностранной Литературе Хорошо Да Ну вот Вопрос Кстати о ритме Он для меня Очень важный Потому что Как бы сказать Для меня Все-таки В стихе Первая вещь Это ритм И Это так Было С самого начала Мне Не приходило В голову Изобретать Каких-то Новых Ритмов Но Внутри Существующих Русских Моделей Мне Хотелось Чтобы Собственно говоря Что Не музыкальная Не музыкальная Чистая Структура Ударных Безударных Слогов А то Насколько Строка Позволяет Варьировать Интонацию Чтобы Слышна была Интонация Вот Что Мне Было Очень Важно Я Помню Мне было Может быть Лет Двадцать Когда Я написала Стихотворение Неужели Мария Только Рамы Скрипят Вот Только Стекла Парят И Трепещат То Есть Правильно Было Неужели Мария Лишь Рамы Скрипят Вот Когда Я написала Столько Я Почувствовала Как Огромное Освобождение Звучало Правда Лишнее Слов Именно Это Нужно Вот И Поэтому У меня В разных Циклах Я читала Вот Допустим Ристан Изольда Там Ритмы Конечно Связаны С Средневековой Поэзией Не повторяют И Ориентируются На Эту Ритмику А Старые Песни Это Народные Духовные Стихи Тоже Как Основные Тоже Не повторяют И Разные Другие Есть Стеллые Надписи Которые Представляют С собой Как Такой Смутный Портрет Античного Гексаметра Античного Дистиха Тоже Не Не повторяющая Только Наметная Это Дальше Александр Вот Вы На Слайде Представили В Несколько Портрет Поэй Проза Переводчик Силог Итого В каком Они Находятся Взаимоотношения И Входят Ли Одно Другое Ну Я Думаю Что Конечно Входят Потому Нюанс Посторонними Вещами Совсем Для себя Мне Никогда Не Хотелось И По образованию Я филолог И Моя Русская Специальность Это История Русского Языка То есть Древнерусский Церковный Славянский Вот Это Все С этим Связано Исследование Народной Традиции Фольклорной Я Занималась И Диплом И Дальше Еще Какое-то Время Занималась Представили О загробной Жизни Славянский Тема Совсем Мало Изучит Надо Сказать Вот И Мне Очень Было Интересно Реконструировать Что Нам Дает Понять Древние Какие-то Поверья Оряды Похоронные Оряды О том Как Представлялся И Представляется Потому Что Все Это Абсолютно Живо Простой Крестьянской Допустим Среди Загробные Миры Существования Души Вот Это Все Конечно Это Связано Со Стихами Как Догонясь Но Я Никогда Не Так Сказать Простым Образовом Это Не Соотносила Вот Я Напишу Веки О О Что Такой Век Для Славянского Не Только Начиная С Греческого Представления Что у человека Есть Некий Отмеренный Век Он Его Должен Прожить Не Уйти Раньше Не Жив Это Век И Наоборот Не Пережиться Вот Но Конечно Я Не буду Это Использовать Когда Туши Стихи Это Совсем Другие Наши Вот Все Это Центрировано Для меня В центре Поэзи В центре Поэзи Только Поэзи Получают Переводить Я Переводила Даже Не только Прозванные И Колоссовские Работы И Вот Еще Наполнение Вопрос Поэзи Вы Приходилось Ездить В Города Сел Малоизвестные Участие Горьев Да Конечно Ездила Сама По-русскому Северу Европейскому Северу Ангельскому Вологодскому Это Все Были До Восьмидесятых Вот Еще Вопрос Молодец Вы Можете Я Купил Подарок Книгу С вашими Писем Любительные Писки Измолю Я Все Да Вы Знаете Все Подписывания Я думаю Как Такой Час Боялся Не Примерно Спасибо А вы Упомянули О важности Учителей Для вас О важности Непрерывной Традиции А вам Доводилось Вступать Вроде Учителя И Насколько Для вас Ну Насколько Это Ваше Место Да Мне Приходилось Несколько Лет Вести В НГУ Насколько Есть Мин Отдел Институт Мировой Культуры И Там Я Читала Как раз Поэзию В философском Аспекте У меня У меня Образовались Интересные Несколько Есть Людей С которыми Поддерживаю Связь До сих пор Потому что Я давно Прекратила Это делать Уже У меня Нет Педагогического Призвания Никогда Не было Вот Аверенцев Он был Прирожденный Просветитель И Я помню Как-то Мы с ним Встретились В Москве На улице Тогда Вольгова Теперь Тверской И он Только Начал Читать Арамейский Субстрат Евангелия Вот Эта Реконструкция Как Евангелие Звучало На Арамейском Это Работа Делается Уже С 18 Веков Германия Начала Вот И все Такие Субстрат И занимался И он Стал Лучше У него Память Была Совершенно Сказочная Он Стал Читать Наизусть Какие-то Известные Евангельские Изречения И Поразило Его То Что Там Если Перевод Слово В слов Стихи Читаются Рифмованные Стихи В Арамейский Читают Да В Арамейский Стал читать Вот И Причем Интересно Там Где идет Повествование Там Никаких Рифмов Ничего Поэтического Нет Пошли И Сказал Иисус И тут Начинается Двух Стихи Вот И Аверинцев Ублизил На Толпы Людей Которые Шли В разные Стороны По улице И Не Всем Это Хочется Рассказать Всем И Вот Все Что Он Узнавал Ему Хотелось Вот Так Делиться С людьми У меня Такого Жеста Внутреннего Пожалуй Что Нет Я Узнаю И буду Себе Хочек Радовать Вот Поэтому Я И Дедакон А Когда Вы Пишите Стихотворение Это Не Является Таким Аналогом Этого Жеста Может Конечно В каком То Смысле Является Но По Другому Не Так Что Я Сейчас Узнала Про Ритм Евангелие Как-то Не Так Ну Да Но Уъяснения Тут Разные Есть Воскресе Изначально Узный Текст Речения Были Узные А То Что Должно Быть Узным Должно Хорошо Запоминаться Поэтому Стих Возникает Всегда В народном Творчестве Любом Как Мнематический Принцип Чтобы Скорее Запомнить И В смысле Каково Ваше Отношение К Верлибру Когда Вы Сегодня Становились Самодней Верлибром Я Занималась Очень Очень Давно Я Становила Верлибром И Конечно Ситуация У нас На русском Языке Очень Отличалась От того Что Происходит В остальных Европейских Странах Потому что Там Давно Господствующей Формой Стих Стал Верлибр Вот У нас Что-то Я помню С ним Барбурис Считаю Что-то Нехорошее Но Он тоже Бывает Верлибром Называют Любое Построение В котором Нет Решетки Такой Повторяющейся Правильной Регулярной Решетки Сам По себе Этот текст Может быть Очень Поэтично Устроен Ритмично А может Быть Совсем Похож На Записанную Строчками Прозы Там Очень Много Поскольку Вот В ритмическом Отношении Барбурис Как-то По-настоящему По-моему Не Не Описан Например Тоже Один из Поэтов Который Для меня Был Очень Важный С молодости Это Томас Тернс Эллиот Вот Его Квартеты Написаны Верлибром Но Это Верлибр Звучит Как Литургический Стиль Это Совсем Верлибр Который Современно Бывает Чаще Всего Исполнение Прозаичное Неорганизованное Совсем Другое Вот Но Для меня Вопроса Нет Верлибр Верлибр Регулярным Стихом Может быть К стихам Еще Перейдем Да Надо Как-то Опомниться Потому что Вообще Для меня Легче Читать Только стихи Не отвлекаясь На другое Потому что Есть Ну что-то Принципиально Различное Между бытовой Речью И стиховой Речью И Так вот Переходить От одного К другому В общем-то Трудно Вот Раз Вы заговорили О Верлибре Я прочту Из более Поздних Вещей Которые Написаны Как раз Верлибром Сейчас Я плохо Знакома С составом Этой Книжки Где Что С вашей точки Среди Есть Разница Между Свободным Стихом Ну вы знаете Терминология Здесь Очень Смутная Свободным Стихом Раньше Называли Просто Неритмовый Стих Отсутствие Ритма Притом Белый Стих Безритменный Тоже Называли Свободным Безритменный Верлибра Это И значит Свободный Стих А какие У него Свои Внутренние Есть Акономерности Потому что Как нельзя Сделать Ошибку Я Верлибра Есть Своего Рода Требования Верлибра Там Тоже Нельзя Делать Какие Ошибки Но Только Никто Это Не Описал Почему Нельзя Такое Длинное Слово Здесь Можно То Есть Гораздо Больше Импровизационное Построение Строится Как будто Наугад Три Стихотворения Как раз Верлибра Которые Посвящены Папе Иоанну Павлу Второму С которым Мне приходилось Не один раз Встречаться Обеседовать Вот Да Вот это Посвящение Дождь Дождь Идет А говорят Что Бога Нет Говорила Старуха Из наших Мест Няня Варя Те Кто Говорили Что Бога Нет Стар Теперь Свечи Заказывают Молебны Остерегаются И на верных Няня Варя Лежит На Кладбище А Дождь Идет Великий Обильный Неоглядный Идет Идет Ни Ник Ком Не Стучится Второе Ничто Немощное Совершенно Немощное Как Ничто Которого Не касались Творящие Руки Руки Надежды На чьи Магнит Поднимается Росток Из Черной Пашни Поднимается Четверодневный Лазарь Перевязанный По рукам И ногам В своем Сударе Загромном В Сударе Мертвее Смерти Ничто Совершенное Ничто Душа Моя Молчит Пока Тебя Это Не коснуется И Третье Санта Лиссио Рим Это Храм Посвященный Святому Алексею Римского Гугунника Человеку Божьему Который Так Был Любим В Родном Православии Народном Римские Ласточки Ласточки Авентина Когда Вы летите Крепко Зажмурившись О, Как давно Я знаю Что Все, Что летит Ослепло И Поэтому Птицы Говорят Господи Как Человек Не может Когда Вы летите Неизвестно Куда Неизвестно Откуда Мимо Апельсиновых Веток И пиней Беглец Возвращается В родительский Дом Старый И глубокий Как вода Возвращается Возвращается Так и ищут, за что отдадут самое дорогое, что все это, оказывается, совсем не нужно. И узнали. И кто узнает? Что осталось-то? Язвы и кости. Кости сухие, как в долине Иосафата. Духовность. Духовность. У стараторов похоже есть. Это не тот размер, а довольно стихия вот этой старой песни. А это, ну, можно сказать, мелодический веб-либр. Это веб-либр, но в котором, я думаю, слышно от заслух, присутствует какое-то устройство. Какое-то богослужение тут присутствует. Вот я вам еще прочитаю из этих позднейших веб-либров. В метро. Москва. Вот они в нишах. Бухие. Кривые. В разнообразных ссадинах, фингалах, гематомах. Ничего уже не больно. Кто на корточках, кто вверху на урне, кто возлежит опершить, как грек на луфрской вазе, надеются, что невидимые, что обойдется. Ну, братья, товарищи, как отпраздновали, удалось нам тоже. Ангел Рейнса. Вот это стихотворение, надо сказать, одно из самых счастливых написанных у него стихов. Его перевели мигом, месяцами прошло, как на множество языков его перевели. Благо, это не так трудно, это тоже верно. Значит, имеется в виду Рейнский собор, так называемый собор ангелов из розового камня. И один из этих ангелов с отбитой рукой здесь изображен. Посвящается Франсуа Фидье, французскому философу, другу Бибихина и моему другу, переводчику Хайдекера на французский язык. Ты готов? Улыбайся этот ангел. Я спрашиваю, сознаю, что ты, несомненно, готов. Ведь я говорю, не кому-нибудь, а тебе, человеку, чье сердце не переживет измены, земному твоему королю, которого здесь принародно венчали, и другому Владыке, Царю Небесу, нашему Агунцу, умирающему в надежде, что ты меня снова услышишь. Снова и снова, как каждый вечер, имя мое вызванивают колоколами здесь, в земле превосходной пшеницы и светлого винограда. И голос, и гроздь вбирают мой звук. Но все-таки в этом розовом и скрошенном камне, поднимая руку, отбитую на мировой войне, все-таки позволь мне напомнить, «Ты готов к гладу, трусу, мору, пожару, нашествии напременных, движему нам и к небу?» Все это, несомненно, важно. Но я не об этом. Нет, я не об этом обязана напомнить. Не для этого меня посылали. Я говорю, ты готов к невероятному счастью. Все и сразу. Первая строчка, это как раз цитата известных евангельских слов. Не так даю, как мир дает. Не так дает, как мир дает. Не так. Все и сразу. И без размышлений. Без требований благодарности или отчета. Все и сразу. Быстрей, чем падает молния. Поразительней, чем все, что вы видели и слышали. И можете вообразить. Прекраснее шума морского голоса многих вод. Сильней, чем смерть. Крепче, чем ад. Все и сразу. И не кончится. И никто не отнимет. Аплодисменты. Ну, ничего. Да. Вот вы говорили, вы задали мне слишком большой вопрос, что цитата поэзия. Но вот отчасти это стихотворение и об этом бывает. Потому что я думаю, что поэзия – это дарование. Не в том смысле, что это у человека есть дарование, которое пишет. А то, что он делает, он продолжает даровать. И это, собственно говоря, его призвание. Да. Он просто дает. Как бы сказать, дает больше, чем просит. Как говорится, что надо. Это больше, чем просто дает. И вы еще об этом не простили. Для меня та поэзия, которую я люблю, она, конечно, связана с вот этим дарением, со щедростью. Об этом особенно много у нас писал Пастернак. Как будто вышел человек, вылез и оттрыл, а в честь и все дальнийский рост обнет. Вот это не только поэзия искусства, а это музыка, а это живопись. Бывает другое искусство, которое, собственно говоря, репортаж о несчастье. Оно рассказывает, как все ужасно, как все плохо. Оно, как бы сказать, личные жалобы. Вот я такой дед, но я со мной все так плохо. И у такого искусства, конечно, тоже есть право на существование. Оно всегда было. Но мой выбор вот с таким искусством, который что-то необычайное дарит. И дарит не так, как дарит на земле. Вот тебе подарит, а ты мне вот это тоже понравишь. Вот не так. Можно? Да. Можно вас спросить? Частный вопрос. Что вы думаете о новом фильме Кочеловского и как? А, думаю, смотрели. Пересмотрели еще. Пересмотрели. И вообще не так много, кем нас смотрели. Надо сказать. Да, вы знаете, я думаю, что завтра мы с Михаилом Матинбирком будем как раз вспоминать о поэзии, которые отвержены поэзией советского времени, которую совсем не публиковали. Она существовала в своем пространстве. И у нас были, я думаю, разные круги. Обещения вот об этом мы. И скажешь. Вот, вы же все-таки не искусствовали. Да. Да. И мне самыми близкими были питерские поэты. Как ни странно. Тоже необъяснимо, но мы познакомились с ними, по-моему, с первым из них. Первым фильмом был Виктор Кривулин, а он был центром вот этого питерского круга второй культуры. И писал об этом прекрасные вещи. Вокруг него были другие. Он меня познакомил и с Еленой Шварц, и с Остротановским, и с Петром Чегиным. Вот, поэтому было много. У них уже была как бы своя иерархия, что бы, кто главный, кто очень закрытый. Закрытие, ну, как сказать, их закрыли, а не они закрывали. Ну, просто не давали никаких площадок для выступления. Нет, не были они закрыты, по-моему. Нет, я видел вот еще там поэты Малосадовые, они как бы в себе даже не понимали, то есть, садовый был никогда нигде не приведен, не в детстве, он всегда проживается в Питере. То есть, такая очень закрытая... Ну, вы знаете, я с другими водилосе ничего такого не слышала, потому что я проживала в Москве, но меня принимали. Ну, групп разных было, конечно, много. Вот. И почему мне они были ближе? Ну, в Москве у меня был с другом такой поэт Александр Пеличанский и Иван Жданов, который вообще по рождению не москвич, он приехал с Алтая, вот с ним мы как-то не один год общались, и очень, очень интересно было то, что он пишет. Вот. А отношения с Питерским кругом, он тогда назывался Питерским, говорили Питерцем, вот. Облегчало мое положение, потому что в Богеме всегда есть какая-то борьба или кто-то первый, кто-то второй, а поскольку я далеко, то не включалась в эти битвы. Вот. Лену Шварц или Ильину Андреевну Шварц я считаю поэтом просто выдающимся, к сожалению, хотя книжки ее после смерти выходят, но в какое-то общее представление об истории русской поэзии в 20 веке мои близкие мне люди старой культуры так и не вошли. Потому что если спросить статистического человека, он нам расскажет ту же самую историю, которая всегда была официальной. И Стуженко, Вознесенский, потом говорит, как вообще ничего, там не будет упомянут ни Гриулина, ни Лену Шварц. А вы поддерживаете сейчас отношения со Стойко-Носком, с Чегином, с Жданом? Да. Нет, со Ждановым нет, он уехал, и в общем, как-то я мало представляю, кроме последнего Скандала, совсем не знаю, чем он знает. Недавно было, в прошлом году с размахом праздновали Евгений в Парнауле, там прямо весь Парнаул стянули с членом. С членом с членом. Ну, с ним как-то мы давно не общаемся, а с Острадановским совсем недавно виделись, когда ему дали премию Андрея Вознесенского в Москве и с Петром Чейкиным. Чуть-чуть свечуна, вот это Андрея Вознесенского? Да, с Ждановым. Ну да, я пошла его поздравить, по другому поводу я бы в этом помещении музея Вознесенского не оказалась, и как-то думала, слава богу, что мне такое не присудили, что бы мне было делать, потому что мне бы хотелось сейчас, насказать, такое получать премию Андрея Вознесенского. Но я очень рада за Сережу, по крайней мере, он же вот очень трудно, и это ему какая-то финансовая помощь будет. А вот у меня такой немножко может быть личный вопрос, не знаю, сколько он местный, религиозная жизнь и жизнь поэта, ну в высоком смысле поэта, какие-то противоречия у вас когда-то вступали? Вы знаете, они теперь они вступили скорее с моими гражданскими представлениями, а поэзия с религией нет, потому что я сочиняла стихи с самого детства, вот, сначала совсем школьные, и там говорит не о чем, но с тех пор, как я почувствовала какое-то вдохновение, когда все пишет непросто, потому что людей ритмовать и составлять слова, да-да-да-да-да, по всем поводу, вот, когда действительно что-то на тебя находит, что-то такое узнаешь, вот, да, этого не знал, и вот первое переживание того, что называют вдохновением, и такое же сильное религиозное переживание у меня совпадали, это было где-то 14-15 лет, вот, такое пробуждение одновременно и поэзии, и души немецкая. Да, именно так. Было, модельное возникло ощущение, такое, я поэт? Конечно. А я почему-то очень твердо это знала, даже раньше, иногда я сочиняла обыкновенное графование, у меня, мой отец был военный, полковник, он был военный инженер, занимались ракетными установками, вот, и к нему приходили часто друзья его, офицеры такие же технические, вообще-то, и там спрашивали детей, а кем ты хочешь в школе быть, кем ты хочешь в школе быть, вот такой известный обычай, да, и меня спросили, мне было, может быть, лет 10, и я очень твердо сказал поэтом, вот, а, значит, эти офицеры сказали, как маршак, наш пыль сказал гораздо лучше, еще добавил, я уже читала поэзии, довольно много, поэтому я бы сказал, что маршак, ну да, в литературную студию хотел, и я сказала, что маршак переводит с разных языков, а меня будут на все языки, я секунду про это не думала, это вот прямо выпалила, все поглядели на моего отца и говорят, Александр Васильевич, ну вы как вы воспитываете дочку, это что такое, вообще, мне за это досталось, пока, в литературной студии какие-то значимые учителя у вас были? нет, в литературную студию я надо сказать описала, есть такая у меня проза «Путешествие прятки», не читали вы, есть, она выходила потом еще путешествиями, «Путешествие в прятки», «Путешествие в Тарту» и «Путешествие на Зардинию», это вот в издательстве «НЛО» выходили эти три проза, действительно, тревлевые логи, где описывают вот эти путешествия, но как способ рассказа, это очень удобный способ рассказа, если то, что ты хочешь сказать, укладываешь в форму путешествия. И вот как раз там по какому-то поводу в «Путешествие в Прятки» возникает воспоминание об этой литературной студии, ну в общем-то пародийной, надо сказать, которая вела старушка, гордившаяся тем, что она всегда говорила, что она была подругой Кропской и следила за тем, чтобы все было в идейном смысле безошибочно у юных поэтов и прозаиков. Так что нет, вот как раз мои петербургские ленинградские тогда друзья, у них было гораздо счастливее в этом смысле опыт. Они все, Игорь Волин, и Лена Швакц, они все занимались в школьные годы в студии, Татьяны Гнедич, которая переводила Барин. Это была по-настоящему образованная дама, которая их учила, чему надо, не по-другому. кружки. Там вообще с ними кружки дали, да, много кто? Да, кто? Клим Семенов позже. Можешь спросить? Да. А были в Иерусалиме? Да, один раз я была в Иерусалиме. Какие-то ощущения ваши? Потому что у меня вышла там книга в переводе. Книга стихов старой песни перевели на иврис. Перевела известная очень поэтесса израильская Хамуталь Барьоз. Она в общем-то к России уже не имеет никакого отношения и русского языка не знала. Она прочла эти стихи сначала в английском переводе. Но то время она стала заниматься русским и уже начинала читать, а потом она его и выучила очень хорошо. И ей очень захотелось перевести старые песни. Мы не были знакомы, потом через какое-то время познакомились, она приезжала в Москву и они меня пригласили по случаю выхода этой книги. Так что я там пробыла месяц как гость университета в Версалии называется по-библейски, а по-израильски называется Бершеба этого университета. Да, ну вы знаете рассказывать между делом о впечатлениях и путешествиях мне совсем не нравится, потому что об этом нужно подумать, написать, а если об этом написано, то плохо об этом еще раз бывает, не хочется. Так что я не очень интересный наверное собеседник, на многие темы я просто не могу. можно очень серьезный вопрос. Апостол говорит, что будущий рай нельзя описать словами. Можете все попытаться одержать? Вот было ли вас конечно такое вдохновение описать будущее рай? То есть каким должен быть человек каким будет человек именно в самом хорошем измирении в будущем? Или может быть вы писали но не обнародовали потому что дерзнет вот описать будущее рай поэзии? Наталья Трауберг с которой мы тоже дружили наверное не знаю там переводится чисто тоном и вообще человек замечательный и подруга тоже любихинная меринцевая из этого круга человек она говорила что вообще-то говоря в поэзии есть что-то разное в искусстве вообще есть что-то разное поэтому не нужно специально описывать какой-то рай просто услышать как бывает когда словам и звукам хорошо взрыв друг когда возникает такая счастливая игра полный смысл но смысл непринудительный хочешь ты его успеваешь понять хочешь нет ну вот что-то такое есть насколько что-то были знакомы с бродскими с бродскими встречалась однажды уже когда он давно Но жил за границей, а я впервые оказалась за пределами железного занавеса. Такое было мое первое знакомство с Европой. Это, конечно, было вообще поразительно. Для людей моего поколения, для старших поколений, у которых уже большая жизнь прошла за железным занавесом, с чувством, что ты никогда, никогда вообще не увидишь ни Лондона, ни Лондона, ничего такого. И при этом это была наша любовь, священные корниги. Мы знали, что Аверинцев мог вообще не разу не заезжая в Париж водить экскурсии. С какой улицы, с какой, у таких городов он знал множество. Да, и вот впервые, когда ты видишь это своими глазами, для меня это сразу оказалось Англия и Италия. И в Италии как раз я встретила Троцкого, который приехал в Венецию, он был на канале Родиспал, а он всегда приезжал в Венецию, ему нравилось встречать родиспло в Венеции. И там как раз тогда собирались сдать книжку моего стихов на итальянском, которая так и не вышла. Но устроили в одном из палацов такой торжественный вечер, и Бродский говорил вступительное слово. И это вступительное слово он говорил на английском языке, потому что, хотя он очень много жил в Италии, но по-итальянски он, в общем-то, не говорил. И сидевшая рядом с ним переводчица переводила то, что он говорил. Он говорил устно, но не был этот текст записан, поэтому, скорее всего, он не сохранился. Но это был длинный, довольно обращенный к итальянцам. И, как всегда, у Бродского дидактически он любил людей получать. Вот, говорит, так вот дома тебя русская поляна. Вот не такая она. Да, и вот как-то мы с ним два дня или три дня встречались и разговаривали. Но ни то, ни после этого уже этого не было. Ты сама дома тут есть? Нет, я познакомилась с питерскими поэтами, когда Аранзону уже не было в жизни. Да, давайте заключительный уже блог со стихами. Да, заключительный. Ну, я не знаю, что. Я могу прочитать длинные стихи, которые у меня называются и веки, они обычно длинные. Или, наоборот, китайское путешествие, которое состоит из коротких. Китайское путешествие. Да, вот что касается биографии. На самом деле, откуда Китай, китайского путешествия? Скорее всего, во взрослом возрасте из моей любви к китайской пластики. Китайская живопись. Потому что она меня просто всегда захватывала. Но, на самом деле, если смотреть, как принято биографически, это мое раннее вспоминание. Потому что мне в детстве пришлось жить в Китае примерно с 6 до 8 лет. Хотеть там служить. Поэтому мы жили в таком советском посольстве в Пекине. Я там в первый класс пошла. И, в каком-то смысле, конечно, это не китайский Китай. Это, в том Китае, сказочный. Китай, как сказочная страна. Как-то вот в Европе был такой жанр Шин Лазри. То есть, вот, китайское в значении какое-то чудесное, необычное. Ну, естественно, какие-то. Это не на пустом месте, в смысле знания китайской традиции. Ну, она очень не клубок. Честно признаюсь, я не китаист. И не занималась этим всерьез. А и как детство. Да, как детство. И как рай, опять же. Ну, между прочим, одна наша отечественная китаистка написала исследование, где она сравнивала это с древнекитайскими поэтическими и одновременно философскими детствами. Она нашла очень много интересных совпадений. Прислала их мне. Я с удивлением сказала, что это все прекрасно. Но, честное слово, я этих текстов просто не читала. И не знаю. Да, эпиграф китайскому путешествию из Лао-Дзи. Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим. И меня удивило, как спокойны воды, как знакомы неба, как медленно плывет джонка в каменных берегах. Родина вскрепнула сердце при виде ивы. Такие ивы в Китае, смывающие свой овал с великой охоты. Ибо только наша щедрость встретит нас за гробом. Прут говорит, были бы у меня руки и голос, как бы я любил тебя, как лелею. Люди, знаешь, жадны и всегда болеют, и рвут чужую одежду себе на повязке. Мне же ничего не нужно, ведь нежность — это выздоровление. Положил бы я тебе руки на колени, как комнатная зверушка, и спускался сверху голосом, как небо. Падая, не падают, окунаются в воду и не мокнут длинные рукава деревьев. Деревья мои старые, пагоды дороги. Сколько раз мы виделись, а каждый раз, как первый, задыхаются, бегом бежит сердце с совершенно пустой котомкой по холмам, по холмам и оврагам веток, в длинные, в широкие глаза храму, к зеркалу в алтаре, на зеленый пол. Недовольны ли мы бродили, чтобы, наконец, вернуть на единственно милый, никому не обидный, невидный путь. Шапка-невидимка, одежда божества, одежда из глаз, падает, не падает, окунается в воду и не мокнет. Деревья, слово «люблю» только вам подходит. Только увижу путника в одежде светлой-белой. Что нам делать? Куда деваться? Только увижу белую одежду, старые плечи, лучше б глаза мои были камнем, сердце водою. Только увижу, что бывает с человеком, шла бы я за ним, плача, сколько он идет, и я бы шла, шагала, таким же, не спорюще, шагом. Ложка летит по нижней, влажной лазури. Небо быстро темнеет и глазами другого сапфира глядит. «Знаешь что, мне никто никогда не верил. Как ребенок ребенку, умирая от собственной смелости, сообщает, да, а потом зарыли по третий сосной. так и я скажу, мне никто никогда не верил, и ты не поверишь. Только никому не рассказывай, пока лодка летит, солнце светит, и в сапфире играет небесная радость». Крыши подняты по краям, как удивленные брови. Что, неужели? Рад сердечно. Террасы, с которых вечно видно все, что мило видит человеку. Сухие берега, серебряные желтоватые реки, кустов неровное письмо, любовная записка. Двое прохожих низко кланяются друг другу на понтонном мосту. И ласточка на чайной ложке подносит высоту. Средние капли, сердечный настой. Впрочем, в Китае никто не болеет. Небо умеет вовремя ударить длинной иглой. Да, вот одно из моих любимых стихотворений китайского путешествия. Несчастен, кто беседует с гостем и думает о завтрашнем деле. Несчастен, кто делает дело и думает, что он его делает, а не воздух и луч им водит, как кисточкой, бабочкой, пчелой. Кто берет аккорд и думает, каким будет второй. Несчастен, боязливый и скупой. И еще несчастней, кто не прощает, он безумный не знает, как аист ручной из кустов выступает, как шар золотой сам собой слетает в милое небо над милой землей. Великый собальщик, не знающий долга, кроме долга играющей кисти. И кисть его проникает в сердце гор, проникает в счастье листьев. Одним ударом, одной кротостью, восхищением, смущением одним, он проникает в само бессмертие. И бессмертие играет с ним. Но тот, кого покидает дух, от кого отводит луч, кто десятый раз на мутном месте ищет чистый ключ, кто выпал из руки чудес, но не скажет пустые чудеса. Перед тем с почтением склоняются небеса. А это стихотворение тоже прекрасно переложено музыкой Александра Бутин. С нежностью глубиной, ибо только нежность глубока, только глубина обладает нежностью. В тысячи лиц я знаю, кто ее видел, на кого посмотрела, из каменных вещей, как из стеклянных, нежная глубина и глубокая милость. Подзажигайся, теплый светильник запада, фонарь, капкан мотыльков, поговори еще с нашим светом домашним. Солнце нервности и глубины, солнце, покидавлющее землю, первое, последнее, солнце. дочитать или хватит, дочитать еще осталось пять стихотворений китайских. Может, это перстень духа, камень голубой воды, голос, говорящий глухо, про ступенчатые сады. Но что же с плачем мчится, крылатая колесница, ветер, песок, побережье, океан пустой, и нельзя проститься, нефть проститься с тобой. О, человек простой, как соль в воде морской, ни речь, ни лицо, ни слова, только соль и йод и прибой, не имея к кому обратиться, причитает сам с собой. Может, это перстень духа, камень голубой воды, голос, говорящий глухо, про небывалые сады. Неужели мы, как все, как все, расстанемся, знающие кое-что о страсти быстрее конца, знающие кое-что о мире меньше гроша, пусть берут, кому нужен, знающие, что эта раковина без жемчужек, что нет ни единой спички, свечки, плошки, кроме огня восхищения, знающие, откуда приходит звучание и свечение, неужели мы расстанемся, как простые невежды, не меньше, чем мы вы вырастать у воды, не меньше, чем воды следовать за магнитом звезды, чем пьяный львоз заглядывать в желтое, как вина луно, и чем камень опускаться на дно, любящие быть вместе, неужели мы расстанемся, как простые скопцы и грубияны. лейте, отвечает лейта, не гостяная, не деревянная, а та, которая держит горы в своих пещерах и щелях, струнам отвечают такие же струны, и слову, слову отвечают. И вечерней звезде, быстро восходящей, отвечает просьба моего сердца, ты выведешь тысячи звезд, вечерняя звезда, и тысячами звезд зажжется мое сердце, мириадами просьб об одном и том же. Просыпайся, посмотри на меня, друг мой вдохновенный, посмотри, как ночь сверкает. По белому пути, по холодному звездному улыбку, говорят, они ушли, и мы уйдем когда-то, с камня на камень, переплетая воду, с планеты на планету, переплетая разлуку, как поющий голос с ноты на ноту. Там, говорят, все и встретятся, убеленные вечной дорогой. Сколько раз покаясь к запрещенному порогу, подходило сердце, сколько стучало, обещая неведомо кому. Никто меня не ищет, никто не огорчится, не попросит, останься со мною. О, не от горя земного, так чудно, за дверью земною, а потому что не хочется, не хочется своего согрешения, потому что пора идти, просить за все прощение, ведь никто не проживет без этого хлеба сияния. Пора идти туда, где все и сострадание. Ты знаешь, я так тебя люблю, что если час придет и поведет меня от тебя, то он не уведет. Как будто можно забыть огонь, как будто можно забыть о том, что счастье хочет быть и горя хочет не быть. Ты знаешь, я так люблю тебя, что от этого не отличу. Вздох ветра, шум веток, жизнь дождя, путь, похожий на свечу, и что порночит мрак чужой, что ум, как спичка, зажгло, и даже бабочки сухой, несчастный стук стеклов. Предпоследнее. Когда мы решаемся ступить, не зная, что нас ждет, на вдохновение пустой корабль, на плохо связанный плод, на чешуйчатое крыло, на лодку без грибцов, воображая и самый лучший, и худший из концов, и ничего не ища внутри, там всему взамен выбрасывают гадальные карты на книгу перемен. Кто выдумал пустыню воды? Кто открыл, что вверху война? Кто велел выращивать сады из огненного зерна? Как соловей лучше умрет, чем не споет, что поет, чем не напишет на шелке времен, что не может целый народ? Когда ты свищешь в свой звездок вдохновение, когда между суши и нашей душой растет твоя вода, если бы знал он смертный вихрь, и ты пустая гладь, как я хочу прощения просить и ноги целовать. И последнее, последнее. Похвалим нашу землю, похвалим луну на воде, то, что ни с кем и со всеми, что нигде и везде. Величиной сока ласточки с крошку сухого хлеба, с лестницы на крыльях ласточки, с лестницы, кинутую с неба. Не только беда и жалость, сердце моему узда, но то, что улыбалась, чудесная вода. Похвалим веток бесценных темных купаний в живом стекле и духов всех бессонных над каждым зерном в земле. И то, что есть ограда, что есть преграда для зла, что как садовник у сада у земли хвала. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ